друзья всем привет сегодня я буду исправить вот такую вот проблему проблема в порванном потолке но это в общем при демонтаже потолка когда я демонтировал потолок чтобы сделать шумоизоляцию он у меня вот порвался как раз в месте соединения гарпуна порвался но не менять теперь полотно из-за вот такой вот 4 сантиметровый рван рванины будем сейчас это все исправлять лечить и в общем восстанавливать потолок в прежнее состояние это буду я делать с помощью супер клея и канцелярского ножа в общем смотрите это все просто и доступно всем так берем канцелярский нож и режем от линии разрыва и чуть по диагонали и в эту сторону так канцелярский нож должен быть острым чтобы аккуратненько все разрезать так теперь лишнюю лишнее полотно убираем здесь уже не нужно вот так вот два так вот место где соединялась гарпун так вот стыканули и вот он не разорвался фигню надо убрать вот это ненужную часть гарпуна надо убрать чтобы не задавать лишнюю толщину при монтаже в багет кисуля пришла так и теперь берем супер клей у меня к сожалению мало надеюсь хватит и наносим вон на гарпун потихонечку так раз убрали и теперь полотно прижали прижали поддержали чтобы он схватился так вот он главный пальцы не склеить продолжаем склеивать гарпун и полотно вот так вот в общем должно получаться так и теперь переходим на эту сторону таким же образом наносим на гарпун по чуть-чуть и полотно перекрываем вот так вот придерживаем ну в общем доводим полотно до места соединения так тут все вот осталось один кусочек ненужный нам чтобы толщина не давала мы это уже аккуратненько уберем так и вот так короче заклеиваем полотно так и теперь у нас вот остался кусочек гарпуна который не соединился для этого мы берем кусочек полотна который у нас остался делаем такую большую заплатку так наносим клей и приклеим его так ну то есть получается мы соединяем два гарпуна вместе чтобы они у нас не расходились когда мы будем его натягивать потолок с обратной стороны получилось где-то вот так так ну что ж доделываем заплатку пальчик приклеился так доделаем заплатку для надежности можем повторить еще раз так заплатку то сделать вторым слоем рекомендую сделать вторым слоем лишним я думаю не будет для этого у нас есть еще один кусочек который также остался и тоже его приклеиваем ну вот так вот импровизированный костыль соединение двух кусков гарпуна все излишки тоже убираем аккуратненько нам лишний раз потолок не надо рвать это нам ни к чему мы без этого его уже порвали так ну что ж вот так вот у нас получился нормальное получилось нормальное соединение все теперь теперь вот этот вот вот эту заплатку мы уже можем спокойно установить на место потолок вернуть и все будет абсолютно незаметно вот вот такой вот небольшой лайфхак способ как можно залатать потолок натяжной если порыв был где-то рядышком с гарпуном если уже где-то по центру потолка то там либо вот ставите что-то там закрывающее это отверстие ну и либо уже меняйте полотно целиком ну а вот такие случаи можно исправить вот так на этом у меня все всем спасибо всем пока ну вот так вот короче получилось это заплатка небольшой есть тут косячок это все закроется с помощью вставки и вот этого ничего вот этих неровностей не будет но в принципе если чуть-чуть подогреть пушечкой то я думаю все уйдет и без этого вот таким вот общем способом 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 способом